приветствую уважаемые коллеги ну что ж сегодня с вами так если меня хорошо слышно и видно пожалуйста нажмите на огонечки я буду видеть что вы меня слышите и видите все у вас хорошо все вижу огонечки но что же добрый день сегодня будем работать с коррекциями страхов и беспокойство детей в дошкольных образовательных учреждениях так уже все видно и слышно пожалуйста в чате просто напишите что звук есть пусть обновят страничку если не видно ну что ж сегодня у нас в теме будет мы поговорим о природе страхов что такое тень психологии кстати очень интересная тема упражнений для исцеления травматических ситуаций и для коррекции поведения потому что смотрите эмоции мы мой рисунок стал почему-то все идет природа страхов и беспокойство вообще что такое страх страх это чувство которое мы все испытываем и она одномоментно приходит она вот вы идете вдруг страх вот такое ощущение да это сигнал о том что ожидается есть какая-то опасность и есть чувство беспокойство и тревожности которые протянутого времени это как бы ожидание что вот что-то не то что-то может произойти почему-то плохо и так далее беспокойство и тревожность это более протянутая более протянутая во времени чувства эмоции почему так происходит а потому что если у человека нарабатывается некий опыт страхов он ожидает что в его жизни что-то может случиться и тогда проявляется вот это беспокойство и тревожность протянутая во времени как определяется когда мы про чувство страха у нас проявляется на трех уровням на физиологическом телесном это у нас учащенное сердцебиение повышенное давление вот как прямо вот молнии ураган да на этой картинке кстати все картинки я делала с помощью искусственного интеллекта картинки в презентации вот такие кровеносные сосуды в это время во время страха сужаются повышается потоотделение человек дрожит дети часто мы видим как они начинают вот этот дрожь это внутри они действительно боятся им очень неплохо напряжение мышц идет и организм готовится сделать какое-то действие сжать вообще реакция на любой страх у нас три реакции есть до нападать убегать или затаиться замереть так вот во время страха если он сковал нас то мы не двигаемся скорее замираем и не идет эта зажатость замирание тоже сжатые кулаки сжатые челюсти быстрое поверхностное дыхание сухость во рту затрудненное глотание может кстати не все эти чувства быть а одна часть из них и это тоже нормально в эмоциях как это проявляется тревога беспокойство беспомощность чувство угрозы панические атаки отчаяние иногда иррациональный страх и фобии человек начинает бояться того кого чего казалось бы и не надо ощущение беспомощности и беспокойство о будущем я смотрю у нас довольно обширная география как всегда приветствую коллеги очень интересно ну что ж кстати кто у нас сегодня в чате у нас педагоги психологи или кто воспитатели интересно узнать чем вы занимаетесь и так идем следующее и мысленные правила проявления когда мы боимся у нас во голове появляются какие-то страхи какие-то волнения негативные мысли эти мысли нас еще больше страша негативные мысли и предположения возможных угрозах избегание ситуации которые вызывают страх чрезмерное анализирование и пережевывание негативных сценарий соматические симптомы связаны с тревожными мыслями и ощущение потери контроля над собой и своей жизни так коллеги если насчет презентации у вас в чате описано как можно презентации скачать то есть с компьютера вы видите файлы можно просто нажать на нее эту презентацию вы можете скачать и в дальнейшем чтобы использовать если из телефона там немножко сложнее но все равно это возможно в чате написано вы это можете уже позже почитать так смотрим кто у нас логопед в детском саду воспитатель воспитатель психолог педагог психолог музыкальный руководитель социально мама трех детей социальный педагог вот педагоги психологи ну что ж коллеги для психологов возможно то что я расскажу будет уже знакомого воспитали но все же напоминание о каких-то вещах я для себя открыла пару интересных книжек о которых расскажу как раз в этой презентации так вот смотрите вот это и устрашающая черная рука тень день психологии что это такое у нас есть теневые стороны страх считается одной из теневого теневых сторон человека которые считаются отрицательными чувствами но в древних сказках это писали в сказках как демоны внутренние демоны человека когда в нас есть эти демоны то нам с ними очень сложно ладить но как только они нам мешают устроит про устраивает проблемы но как только мы начинаем их понимать управлять они становятся нашей внутренней большой силой и возможностями так вот у страха тоже есть очень большие возможности смотрите тень в психологии это внутреннее качество которое принято считать отрицательным и содержит в себе огромный ресурс если начать управлять своим состоянием если в состоянии страха человек парализуется это тень если он начинает использовать во время страха у нас вырабатываются определенные гормоны которые дают огромную силу и мы можем эту силу использовать и плюс это сигнал нашего организма давайте посмотрим какие тени ресурсы вообще есть у теневых эмоций например злость нельзя злиться можно друзья надо злиться только драться нельзя это потребность защищать свои границы мы злимся не беспочвенно если у нас внутри вот проявляется такая злость значит этому есть причина надо постоять за себя или за других оказывается злость это совсем не плохо это хорошо другое дело когда злость становится начинает управлять нами если мы признали эмоцию одно мгновение вот эмоция пришла дальше спадает но если мы мысльно ее накручиваем накручиваем тогда да она отбирает у нас силы энергии когда мы берем его как сигнал о чем то то мы его можем уже перенаправить включить в анализатор мысленные а потом проявить соответствующее действие зависть но зависть друзья мои тоже плохое чувство а на самом деле это сигнал анализа потенциальных возможностей если нас совершенно не волнует что у кого то там что то есть это нам не нужно или его нет в нашей зоне доступности если же я чувствую какую то зависть то сразу перевожу это чувство зависти в другую сферу так если у меня возник сигнал внутренней реакции на это чувство значит это чувство значит это вещь это знание это состояние для меня возможно и оно лежит в поле моих возможностей так давай подумаю я как я могу этого же достигнуть получается зависть тоже если мы его укращаем а не делаем своим повседневным страданием смотрю у него есть у меня нет тогда это страдание да это очень много энергии берет когда мы берем ее используем положительно то есть как сигнал о потенциальных возможностях это становится нашим ресурсом нашей силой точно так же страх страх сигнал быть осторожным потому что страх на пустом месте не проявляется он проявляется тогда когда мы чувствуем что нам плохо может быть плохо или подсознание из своей памяти вытаскивает ситуации когда при наличии этих элементов было что-то плохое то есть наш внутренний компьютер нам говорит стоп будь внимателен если мы переключаем себя на внимание на действие страх вот это эмоциональное напряжение оно уходит вот физиологические реакции которые мы видели оно уходит но если мы я боюсь ну почему же я боюсь интересно вот тогда мы пережевываем это чувство да оно становится уже страшненьким мнительность и тревожность это уже страх протяженный во времени здесь тоже потребность проверять информацию рассчитывать ходы в жизни это тоже очень важно да человек выходит а я там форточку закрыл открыл утек утюг утюг наверное не выключен да вот это тоже мнительность и тревожность здесь в данном случае можно постоянно быть мнительными каждый раз выходя из дома можно себе сделать некий список действий которые вы регулярно делаете и таким образом полностью исчезает потребность вот мнительность и тревожность тогда вы говорите благодарю свое подсознание свои чувства мои чувства чтобы вы меня предупредили об опасности или о чем-то и тогда мы из тени вытаскиваем ресурсы находим его возможности это преимущество очень большое преимущество и как мы можем укротить это теневое чувство сделать нашим союзникам есть два варианта но вариантов намного конечно же больше но я предлагаю два варианта один из них определить о чем сигнализирует тело и подсознание то есть если мне страшно смотрите нам предстоит работать с детьми сейчас многие скажут а почему вы все взрослых да взрослых пока мы сами не будем понимать мы не сможем никому другому помочь во первых мы на себе говорим со своей точки зрения а потом уже все это подстраиваем для детей и так мне страшно от чего мне страшно от высоты от холода или что вот идешь по улице и вдруг тебя дрожь пробивает с чем это связано я не знаю бывали ли у вас такие чувства как будто внутреннее что-то подсказывает что-то назревает тогда вы пытаетесь осознать о чем ваше подсознание предупреждает улица светофор там человек опасность когда вы вы признаете да я боюсь мне пришел какой-то сигнал и этот сигнал может быть страх может быть что-то еще то есть мы не отвергаем ни один сигнал нашего подсознания осмысливаем и начинаем рассчитывать что мне делать если это улица я боюсь улицу переходить хорошо а как надо его переходить в положенном месте светофор и так далее если там нет ни светофора ничего а надо переходить улицу тогда вспоминаем с детства наши правила вначале смотрим налево потом направо выстраиваем наиболее удачный коридор когда машин нет и рассчитываем успеем ли мы пройти этот путь или нет и дальше сделать действие это касательно перехода дороги а таких возможностей очень много второй вариант находим в теле точку которая реагирует на эмоцию и вот с детьми как раз второй вариант подходит почему когда страх уже длится подольше вроде бы прошло вот прямо сейчас ничего не сделаешь а ребенок боится боится темноты боится там остаться один находим в теле точку которая реагирует на эмоцию и дышим в эту часть наполняя ее энергией например можно там скажем напряжение в животе в какой части руку ставим туда и начинаем дышать каждый раз дышим воздух и выдыхаем именно туда наполняя вот эту часть воздухом и вы заметите что напряжение постепенно уходит напряжение которое там было изначально оно уходит а потом можно придумать волшебный какой-нибудь инструмент который это недостающее качество нам дополняет страх или что-то мы боимся чего темноты а у меня а что происходит в темноте ничего не видно а когда ничего не видно что такое выходит всякие бяки и что можно тогда сделать тогда когда выходит всякие бяки мы берем волшебную палочку и эта палочка говорит что с помощью с помощью этой волшебной палочки я могу сделать так чтобы было светло или чтобы они все убежали исчезли или подчинились мне не могли мне делать опасности то есть какой-то волшебный инструмент который удовлетворяет потребности ребенка но здесь очень важно сказать а что будет тогда но боюсь высоты и что с высоты могу упасть хорошо какая-то высота и что тогда произойдет а как сделать чтобы но если просто ну высота скажем полметра или 20 сантиметров иногда дети и этого боятся что произойдет коленку могу поранить это страшно нет это не так страшно давай тогда попробуем да или что можно на коленики одеть да можно можно то есть мы находим решение для проблемы это может быть волшебный инструмент может быть простые на коленики как в данном случае очень хорошим инструментом для работы со страхом является терапевтические сказки это сказки которые мы рассказываем которые происходят с такими же людьми как наши дети у этих сказок терапевтических есть особенности герой сказки того же пола и возраста что и ребенок если мы делаем рассказываем для кого-то конкретного да если в группе то тоже возраст как бы похож можно и мальчика и девочка тогда поставить или в один раз про девочку другой раз про мальчика их имена похожи по звучанию если это индивидуально да опять же Анна может быть Анечка Анюта или что-то такое герой попадает в схожую с ребенком ситуацию вот это три основных вещи чтобы ребенок мог присоединить себя это о таком же человеке как и он если и в дальнейшем мы видим что герой преодолевает значит и я смогу сюжет сказки герой переживает аналогичные эмоции страх тревога бессилие или злость и так далее любое чувство дальше он хочет избавиться от этого чувства потому что мы же знаем что это чувство плохие тревога даже не комфортно с этим просто жить он хочет избавиться от этого чувства но не знаю не уверен что получится да я не могу я хочу забыть об этом а это крутится в моей голове кстати когда какая-то мысль крутится в голове самый легкий способ избавиться от нее от этой мысли есть такая техника десенсибилизации с помощью движения глаз просто берем и говорим а давай глазками туда и сюда смотри раз 20 быстро ребенок приводит приводит и эта мысль исчезает стирается как бы и чтобы избавиться от навязчивой мысли в моменте можно просто использовать эту технику и ребенок может знать что в любой момент когда вот это навязчивые эмоции то можно как-то сделать но это не решает основные проблемы это снимает эмоции но не предотвращает их появление в дальнейшем а их чтобы предотвратить появление в дальнейшем их надо осмыслить и вот здесь что получается появляется некая сила поддержка человек герой который помогает может помочь почему потому что если ребенок не смог его нужно ощутить дополнительный ресурс чтобы справиться с этой ситуацией и тогда герой нашей сказки принимает решение преодолеть это чувство вот момент при принятии решения очень важен потому что возьмем взрослых ни один курящий не прекратит курить пока он не примет это решение самостоятельно ни один пьющий не откажется игроман и так далее точно так же чтобы ребенок перестал бояться он должен принять об этом решение сделать выбор я не буду бояться я не хочу я буду сильным я буду смелым я буду принимать какие-то действия решения другие и вот этот момент в сказке есть когда герой принимает решение его спрашивают а ты хочешь перестать бояться ты хочешь преодолеть вот это этого врага или соперника и ребенок говорит да я хочу вот это да очень важный момент даже рассказывая сказку можете остановиться и сказать а кто еще хочет я хочу и вот когда они хотят говорят я хочу мозг уже настраивается таким образом чтобы принимать информацию дальше то есть ребенок принимает ответственность на себя это такой интересный важный момент который я считаю что нужно обязательно акцентировать получает в помощь волшебный инструмент в сказке обычно это палочка заклинание слова предмет благодаря этой помощью преодолевает отрицательные какие-то свои состояния привычки и придумывает действия новые поступки подкрепленные альтернативным чувством друзья мои почему я рассказываю потому что эти сказки можете сочинять и вы сами в любой момент когда просто придерживаясь того что вот в этих сказках должны быть вот эти элементы то есть если мы возвращаемся это герой того же пола того же возраста близкий нашему ребенку переживает аналогичные эмоции хочет избавиться но не уверен что у него получится но появляется он в какой-то момент принимает решение получает волшебный какой-то инструмент преодолевает и благодаря этому он делает новые поступки и альтернатива страха страху приходят новые чувства уверенность в себе я сильный я могу радость победы какое-то другое чувство которое намного ресурсней того что было дальше мы можем закрепить результаты этой сказки есть такая очень интересная техника психологии скорее в нлп якорение когда мы якорим это состояние ну для начала когда мы говорим это словесная обработка информации ребенку очень важно чтобы была и более полная обработка поэтому можно театрализацию какую-то сделать походить как этот герой может проговорить какие-то действия осанку а как он меняется а какой он был вот вначале был вот такой а потом стал вот такой как у него поменялась осанка обсуждать а потом ну там могут быть какие-то волшебные фразы это уже вербальный анализ мы вслух обсуждаем сказку что случилось а почему он решил а когда ему это надоело вот бояться да уже и что в итоге он получил что изменилось теперь в следующий раз если будет что-то похожее что он сделает да он сможет помочь кому-то другому и так далее мы вслух обсуждаем и ребенок сам отвечает на эти вопросы и дальше очень полезно это закрепить рисунком или вылепить из пластилина когда у нас тактильность работает руки работают то эта информация еще лучше закрепляется в сознание ребенка таким образом мы можем выделить уже проработать а дальше выделить какое-то состояние вот а какая осанка когда он уже выиграл вот преодолел это чувство страха или тревогу вот такая осанка и что а теперь давай встанем вот так и что ты при этом чувствуешь а ты когда говоришь ну какое-нибудь волшебное слово может быть а может быть я сильная я справлюсь что ты тогда чувствуешь вот это чувствую и можно сказать что каждый раз когда вдруг возникают такие ситуации ты говоришь а я справлюсь а я справлюсь то есть это как работает как это выключатель электроэнергии у нас на стене да нам нужно зажечь лампочку мы рядом с дверью нажимаем и он включается точно так же у нас включается наша та часть которая в состоянии преодолеть мы можем ребенку помочь с этим с якорением нового состояния идем дальше терапевтические сказки я сделал небольшую подборку книг джон лэмби очень интересно 50 терапевтических сказок и игр что здесь написано злиться можно драться нет каким образом можно вот злость проявить потому что альтернатива страху это злость то есть страх я боюсь я парализован а злость я не согласен и я начинаю с этим что-то делать то есть злость на градус выше чем страх потому что страх нас парализует а злость дает энергию действовать вторая книга Женя Асеева не сдавайся познакомить с разными эмоциями и научить дружить с ними сказкотерапии Ольга Олег Хухлаева это знаменитые очень известные специалисты в области сказкотерапии для детей у них огромное количество книг очень полезные очень хорошие рекомендую если вы еще с ними не знакомы и книга я и мои эмоции Киары Пиродзи эта книга довольно интересная сказкотерапия здесь сказки герои немножко по-другому обустроены я хочу об этом немножко рассказать смотрите когда мы смотрим содержание у него герои это эмоции грустинка радость ярость страх бяка стыдинка удивляшка то есть эти все герои существуют в нас в какой-то момент они выскакивают то есть не я боюсь а во мне есть часть которая называется страхом он боится во мне есть ярость которая проявляет вот эти эмоции но не я в целости яростно и не я сама грущу а грустинка во мне грустит вот очень интересная такая работа получается в психологии вообще или в НЛП всегда говорят посмотрите с точки зрения выше выйдите из самой ситуации когда вы находитесь внутри ситуации вы не можете ее решить даже Эйнштейн говорил чтобы решить любую проблему ситуацию надо стать уровнем выше этой ситуации чтобы понять что там происходит и изменить получается я изначале целостные это не я боюсь а во мне есть страшинка страх который боится тогда я могу вместо страшинки например позвать удивляшку который будет задавать другие вопросы по-другому решать ситуацию это довольно таки интересно друзья мои мне было очень интересно рассматривать с этой стороны то есть Акера Пироди ломает ту систему сказок которую я дала и предлагает альтернативную систему ведь тоже можно примерить каким образом мы можем из пластилина сделать фигурки и можем нарисовать вырезать из бумаги или просто из наших игрушек поставить кого-то назвать вот это грустинка это радость это ярость это страх это бьяка стыдинка удивляшка и в данной ситуации что скажет грустинка и что скажет страх а что скажет ярость и каждой ситуации одна часть нас по-разному будет воспринимать таким образом ситуация которая произошла в жизни ребенка перестает теряет свою эмоциональную заряженность да ну например страх звуков да какой-то там взрывы какой-то звук произошел ребенок испугался это кто испугался испугался нет страх испугался грустинка что при этом сделала я так мечтала а мне помешали мечтать радость что скажет ой наверное это воздушный шарик лопнул да вот такой сильный звук интересно наверное там что-то такое ищет повод оказывается бывают такие яркие звуки ярость говорит кто помешал мою мой покой страх я боюсь пойду спрячусь под кровать да а бяка пойдет а кто это сделал дай-ка я сейчас с тобой буду драться стыдинка ой мне стыдно наверное это хотели мне что-то сказать меня не расслышала поэтому закричали а удивляшка о а откуда это а ну-ка пойдем посмотрим а как можно это сделать еще а я могу это сделать вот смотрите даже ситуация когда мы вытаскиваем разных героев они совершенно по-разному реагируют и ребенок может входить в разное состояние и по-разному реагировать тогда получается что страх полностью исчезает что страх это всего лишь одна из возможных реакций на ситуацию одна из возможных они единственные и в следующей книге киара пироде есть например такое упражнение легкие бабочки это она обращает внимание очень много обращать внимание на дыхательные практики учить детей дышать потому что все медитативно успокаивающие практики начинаются с дыхания вдох тебе подлетает бабочка как она выглядит ну а ребенок описывает синий там красный точечками и так далее с выдоха отдай ей какую-нибудь неприятную мысль лети бабочка и забери эту мысль с тобой дыши и смотри а теперь ты подыши смотри как бабочка носится далеко далеко теперь переходим к следующей мысли вот еще одна бабочка как она выглядит а теперь сделай выдох и отдай ей другую мысль и говорим ура еще на одну мысль неприятную мысль меньше дыши смотри как порхает бабочка что ты чувствуешь когда видишь как грустные мысли улетают прочь то есть это такая медитативная уже первое упражнение медитативное которое можно детям дать и представляем как вот эта бабочка уносит в небеса уносит куда-то вверх неприятные наши мысли работа с образами животных или львов ну можно ребенку например задать вопрос а как ты думаешь для кого эта ситуация совсем не проблема ну лев тигр там гориллы или паук вот эту фразу можно говорить можно не говорить а давайте сыграем во льва или в гориллу хочешь стать таким же давай-ка а как горилла дышит она как стоит руки распахнули так как дышит а теперь бьем руками себе в грудь и говорит я сильный я горилла я сильный да я лев я лев а лев как рычит он просто бьет аааааааа вот ребенок издает этот звук рррррррррррррр.. у него глаза глаза раскрываются, или вот это, раскрыл рот, вот это устрашающее, и говорит, я сильный, мне ничего не страшно. И так он накапливает внутренний запас энергии, внутренний запас силы. И в какой-то момент, когда получается ситуация, в которой ребенку страшно, он вспоминает про это льва или гориллу, вот это состояние, которое он был. Иногда бывают другие состояния, когда надо, чтобы был человеком, пауком или что-то такое. Ребенок сам может предложить этого героя. И тогда, когда он сам предлагает, мы тогда и говорим, как ты думаешь, для кого эта ситуация не проблема? Он говорит, ну, наверное, для такого-то героя. как он выглядит, а как он говорит, а как он действует, а как он ходит. Ходим, ходим. А теперь посмотри на то, чего ты боялся. Вот как ты сейчас чувствуешь? И он видит, что в этом состоянии, в телесном состоянии, когда у него вот тело так двигается, когда вот он так разговаривает, ему преодолеть эту ситуацию легко. То есть мы его эмоционально накачиваем. Но при этом, смотрите, страх очень полезное чувство. Это предохранитель наш, который не дает детям залезать на опасные места, рассчитывать свои силы. Его удалять из сознания нельзя никоим образом. Он должен быть. Но ребенок может научиться им управлять. И после того, как мы эмоционально с ним справились, нам нужно обязательно вывести его в мыслительную сферу. Обмыслить, а что мы можем сделать по-другому. Вот это очень важно. А как мы можем сделать? Есть очень интересный рисунок, игра, которая называется «Неправильный рисунок». Вы просто даете задание. Дети, особенно когда готовятся идти в школу, «Ой, неправильно рисовал». Там же учитель берет и красным показывает, неправильно сделано то, неправильно, неправильно. И чтобы перестать бояться делать ошибки, что мы делаем? Мы даем задание. А вы рисуете неправильный рисунок. Дети сами придумывают, что рисовать. А позже спрашиваем, а почему он неправильный? И получается, что это даже очень интересно. Можно, делая неправильно, что-то интересное получить. Так вот, неправильность тоже полезна. То есть страх перед школой, особенно полезно вот эти упражнения делать. Ну, несколько раз. Не один раз, а несколько раз, чтобы дети перестали бояться ошибок. Вот, игра «Прогони бабу-ягу». Это, кстати, этот рисунок я опять же сделала с помощью искусственного интеллекта. Он почему-то бабу-ягу из бабы-яги сделал деду-ягу. Ну, бывает такое. Содействовать символическому уничтожению страхов у детей. Помогаем, это вот эти упражнения из книг Хухлаевых. Значит, помочь детям проявить их агрессию в конструктивных целях. Ребенка просит представить, представить, что вот в стул залезла баба-яга. Надо обязательно прогнать ее оттуда, иначе никто не сядет. Она очень боится громких криков и шумов. Тогда ребенку предлагается прогнать. Для этого он что может делать? Кричать, стучать. Можем дать пластиковые бутылки пустые. И они бьют. С одной стороны, это очень хорошо работает, что они преодолевают какую-то вещь. Но с другой стороны, может вызвать привычку бить друг друга, если что-то не нравится. Поэтому я предлагаю альтернативу. Мы можем сказать, а давайте уговорим бабу-ягу, чтобы она оттуда вышла. Пластиковая бутылка, какой-нибудь домик. Вот здесь более удобный домик для бабы-яги. Баба-яги, приходи сюда. И представляем, как будто она залезает туда, и закупориваем. Теперь здесь тебе тепло, хорошо, а ты намешать не будешь. И тогда можно эту бутылку взять и выкинуть. Вот такая альтернатива. Коллеги, мне было бы, наверное, интереснее с вами работать, и вам тоже, если вы предложите какие-нибудь страхи, которые у вас есть у своих учеников. А я попробую на месте предположить, что мы можем с этим сделать. Да? Страх темноты. Так. Ну, давайте, если мы используем технику, один из вариантов, да, ребёнок боится темноты. А что произойдёт в темноте? А что происходит? Темно и ничего не видно. Скорее всего, он расскажет ту историю, которая связана с тем, что есть в темноте. О, уже всё, вы появились. Сейчас посмотрим. Что даёт темнота? А там нету света. И фантазии ребёнка рассказывают разные истории. Мы можем взять эти фантазии и перефразировать по-другому. А что произойдёт, если мы начнём договариваться с этими невидимыми существами, которые в ночи присутствуют? Можно так сделать. Возможно. Возможно посмотреть на эту ситуацию уже с точки зрения Киара Пироди, когда она выставляет разные эмоции как героев. Со стороны исследователей, да, которые интересуются, что происходит. Так. Это один из вариантов. Второй. Страх идти в первый класс. А чего страшно в первом классе? Какие страхи могут? На первом, надо разобраться, а что страшного там? Первый. Это новые люди. Смогу учиться, не смогу. Если у ребёнка есть старший брат и сестра, или он там где-то слышал, что родители бьют и наказывают за плохие оценки, то он может бояться испортить отношения со взрослыми. Здесь уже немножко и со взрослыми надо поработать, чтобы они понимали, что отношения с ребёнком важнее всяких оценок. Это. С другой стороны, когда мы распознаём страх и делим его на части, мы понимаем, чего конкретно мы боимся. Общаться с новыми людьми. Давай. А что можем мы сделать, как мы можем сделать, чтобы нас люди принимали более радужно? Да. Если мы будем их бояться, смысла нет. А ты кому-нибудь вредишь? Нет. А почему ты думаешь, что другие могут тебе навредить? Да. Если тебе страшно, давай сделаем так, что в таких-то ситуациях ты можешь сделать по-другому. Если тебя обижают, ты можешь сказать, знаешь, не надо меня обижать, мне это неприятно. Когда человек говорит это уверенным тоном, и можно прорепетировать эту простую фразу несколько раз, тогда другие прекращают. Вот с чем это связано? Страх выступать на сцене. Страх выступать на сцене, это тоже схоже с первым классом, с тем, что на ребенка возлагают слишком большую ответственность за то, что он будет делать. Если этой ответственности слишком много, он боится не справиться, не оправдать ожидания родителей. Это действительно сложно. Тогда мы уже, можно, родители должны все-таки сказать, что, знаешь, мы тебя все-таки очень любим. И ребенка спросить, а как ты думаешь, если ты ошибешься, родители тебя меньше будут любить? Если он скажет да, скажи, хорошо. А вот если мама приготовит невкусный суп, вот чуть-чуть больше соли, ты перестанешь маму любить? Он говорит, нет. Он говорит, а почему ты думаешь, что если ты ошибешься, то есть поставить на место другого человека, что если ты ошибешься, мама будет тебя меньше любить? Нет. Боишься выступать на сцене? А чего боишься? Слова забыть? Давай потренируемся. О том, что люди скажут, вот выставить, выявить вот зерно этого страха. Это один из моментов. Второе, опять же, включая, можно включить, вот попробовать интерес, ярость какой-то, другие части. А как они, части нас, будут чувствовать себя, выступая? Страх отсутствия мамы. Страх отсутствия мамы, немножко из глубинных страхов, он пройдет со временем. Надо просто, чтобы мама была достаточно долго с ребенком, какое-то время. У детей это всегда проходит. Какое-то время. Страх зубного врача. Но, если ребенку, у ребенка был плохой зубной врач, это может быть его история, или может быть история, о которых он наслышался. Тогда, нужно, чтобы врача поменять. Врача поменять в данном случае. Потому что зубная боль, она действительно больная. Лечить зубы не так-то легко. Но есть гениальные врачи, которые могут сделать так, что у ребенка уже хорошо. Страх неприятия в социуме. Тоже, как в первом классе. Ребенок пойдет, его примут, не примут. Ну, тогда можно рассказать сказку про гадкого утенка. Да, это ведь тоже гадкий утенок, которого в социуме не принимали, а она выросла в прекрасном лебеде. Но здесь еще и можно помочь в том, чтобы не ожидать, что когда-то в будущем будет что-то хорошее. Что ты можешь сам сделать для социума, чтобы он тебя принимал? Почему? Потому что, ну, социум, я тоже часть социума, вы тоже, мы все части этой социальной среды. И поэтому можно сказать, что люди бывают разного мнения, совершенно разные. Иногда достаточно найти одного, двух друзей и с ними дружить. Не обязательно, чтобы все тебя принимали. Не обязательно, чтобы все тебя принимали. Найди своего друга. Потому что в своем кругу, ну, львы дружат со львами, да, лев может дружить с мышкой, наверное, им будет скучно. Потому что, когда мышка пойдет, давай-ка зайдем в норку, лев туда точно не зайдет. Да, и наоборот, если лев скажет, давай-ка побежим по вот этим просторам, мышка никак не догонит льва с его маленькими, коротенькими ножками. И тогда мы можем показать на каких-то понятных примерах, что не со всеми можно дружить, можно просто выбрать, с кем это делать. Страх выступать на публике. Вот здесь действительно с родителями надо поговорить, чтобы в любом случае с воспитателем как бы не выступил ребенка. Во-первых, его поздравить с выступлением. Обязательно поздравить с выступлением. Сказать все хорошее из правила ОСВК, обратная связь высокого качества. Вначале мы говорим, что хорошего у него получилось, а потом только что можно улучшить. Ребенок боится громкоговорителя. Это нормально. Люди боятся громких звуков. Дети боятся громких звуков. Тогда можно сказать, давай-ка сделаем чуть потише и разберемся со словами. Если он переключит внимание с громкости на смысловую составляющую этого громкоговорителя, то страх исчезнет. Страх шума. Вот видите, опять же, страх мультяшных героев. Значит, плохие мультяшные герои, пусть вообще не смотрят вот этих героев. Страх шума. Тоже из того ряда, что надо быть просто сказать, я рядом, я рядом. И дальше уже посмотреть, придумать какую-нибудь сказку, где был шум, а оказалось, что это хороший шум. Да, прошуршали. А что в шуме? Не нарисовать. Попросить ребенка нарисовать. Кстати, рисовать вообще классно. Пусть нарисует вот этот шум. А почему он плохой? И его в рисунке поменять по-другому. Но кто издает шум? Потому что у него история не о шуме, а о том, кто этот шум создает. Кто создает этот шум? Не можно договориться с ним, поговорить и со стороны шума услышать, что я не... Просто мне весело, я тут шалю немножко. Давай вместе шалить. Вместе шалить. Когда ребенок сам начинает шалить, можно вот ту же бутылку взять, маракас какой-нибудь, или бутылку сам наливает горошка, пластиковый, и начинает трясти. Сам создает шум и сделать музыкальный, ритмический шум. Я думаю, вот это когда ты берешь тень и используешь его во благо, даешь ему совершенно другое направление. Боятся аниматоров. Некоторых аниматоров я сама боюсь. Они страшные, но слишком яркие. Тогда есть дети, которые любят, предпочитают пастельные, то они слишком яркие, какие-то выражения. Вот здесь действительно аниматоры иногда показывают какие-то вещи, что действительно страшно. Можно просто, а почему тебе страшно, а что ты думаешь, а что там такого, а что он может сделать, и что тогда произойдет. Пусть ребенок расскажет. Иногда вот достаточно проговорить, и он успокоится. А хочешь мы попросим его, вот аниматоры иногда потом снимает костюмы, а что там такое. Иногда они одевают этих мишек, каких-то животных, больших-больших, но большой ребенок маленький. Это для нас он чуть-чуть, на полметра больше, а для ребенка он выше, на целых полтора метра, он в 3-4 раза выше роста ребенка. Конечно, ему страшно может быть. Страх собачек разного размера, даже маленьких. Ну, потому что тут уже собачка, может быть, видел, как Лайлоу кусил, и в разных состояниях первое знакомство ребенка с собаками, как произошло. И вот тогда сформировался страх собачек. Здесь уже может быть индивидуальная работа с психологом. Можно начать с игрушечной собачки, просто поговорить с ним. Как быть, если ребенок не выражает открыто свои страхи, он может закупорить их в своей памяти, это не означает... Да, вот это, кстати, очень хороший вопрос. Ребенок закупоривает свои страхи, но он все равно их как-то показывает. Тогда мы берем открытую игру. Сейчас пойдем дальше. Я презентацию покажу. У нас есть такие интересные вещи. Чужие страхи, рисунки. То есть детям предлагаем нарисовать. Могут они нарисовать свои собственные страхи или какие-то чужие страхи. А можно взять готовые рисунки и показать, что это чужой страх. Как ты думаешь, чего боится и ребенок вроде бы говорит про другого, на самом деле он говорит про себя. Есть даже такие метафорические карты, страхи. Но там нужно выбирать, что показывать детям, потому что есть взрослые страхи. Можно обычный рисунок показать, сказать метафорические карты, просто взять и сказать. Вот здесь чей-то страх. Чего он боится? Страх девочки, страх мальчика. Как ты думаешь, чего он боится? Ребенок начинает рассказывать свою историю. Но поскольку он думает, что это чужая история, ему легче об этом говорить. То есть вот это закупоренные страхи выходят, например, через эту и простую игру. Страх воды. Ребенок боится заходить в бассейн. Но смотрите, вода. Когда ребенок в первый раз столкнулся с водой? Возможно, в утробе мамы. Это может быть глубокая какая-то родовая история. Возможно, это во время родов. Или первое купание, когда купался и наглотался воды. Ну, здесь можно постепенно, он берет и вначале ручками играет, ножками. И постепенно нужно безопасно, обеспечить безопасность ему. И спросить, смотри, есть такие-таки вещи для безопасности. Ну, это камера, например, мама, папа рядом с тобой. Что ты предпочтешь, чтобы чувствовать безопасность? Когда ты чувствуешь, что тебе не страшно. Тебе нужен тренер, мама рядышком, который ходит, папа, который плавает и держит тебя. Это камера, камера или как называется, круг спасательный. И ребенок сам выбирает, как ему безопаснее. Мы ему помогаем в этом плане. Как быть, если ребенок скрывает свои эмоции, особенно если он испытывает тревожность? Вот тот же самый вопрос, я понимаю, просто с помощью рисунков, может быть, или метафорических карт выявить, вытащить этот страх наружу. И только когда он будет в страх, ну, в виде, например, чужих страхов. А чего боятся люди? А что бы ты ему посоветовал? И вот когда уже кто-то боится, мы спрашиваем, а что бы ты ему посоветовал? Вот смотрите, какого мускулистого ребенка мне выдал искусственный интеллект, когда я запрашивала вопрос, как работать со страхом. Нет, сильный ребенок. Я сильный. Вот. Мускулистого прямо такого. Как работать со страхами? Во-первых, признать наличие. И вот ваш вопрос, Дмитрий Базилеевич, как раз касается того, чтобы признать. Познать эмоцию, его полезность. А почему ты боишься? Как ты думаешь, для чего природой даны вот эти страхи? Есть ли какие-нибудь противопоказания? Знаете, везде есть противопоказания. Надо быть только очень осторожными и внимательными к ребятам, к действиям, которые мы делаем. Следующий этап, как работать со страхами? Признать эмоцию, ее полезность. В чем польза? А почему мы боимся? Когда мы боимся, мы не лезем в горячую воду. Мы боимся огня. Это спасает нас от того, чтобы не обжечься. Мы боимся темноты. Какая помощь? Чтобы внимательно вспомнить и не споткнуться о что-то. Потому что, если мы разбросали все игрушки по комнате, и там тепло, темнота, можно пойти и споткнуться. Это нам напоминает о том, что перед сном надо все игрушки в ящике спрятать, а не оставлять их разбросанными по комнате. Вот смотрите, какая польза может быть. Страх, например, мы боимся выступать публично. А какая польза от этого? А в том, чтобы больше репетировать, лучше выучить стихотворение. Может, его можно как-то еще и интересно обыграть. О, давай-ка обыграем. То есть мы нацеливаем внимание на какое-то действие. Любое действие снимает страх. Использовать подсказки эмоций и наработать опыт реагирования. То есть мы не отвергаем никакие эмоции, а принимаем их. Ну что ж, на этом наше время завершилось и вебинар завершается. Благодарю вас за внимание. Если у вас остались вопросы, моя страница в ВК, вы можете мне написать в личных сообщениях, задавать вопросы. Так, не могли бы примести примеры, как физиологические реакции на страх могут повлиять на поведение детей? Ну, смотрите, дети, ребенок может... Это самые первые у нас были слайды. Сейчас откроем. Здесь все написано. Физиологические проявления. Учащенное сердцебиение. Ребенок может в какой-нибудь угол забиться, может сидеть и смотреть в одну точку. У него дрожь появляется в теле, напряженные мышцы. Вы сидите и видите, что он вот так напряжен каким-то образом. Остановилось дыхание, вроде бы не дышит, с трудом глотает. Вот это и показывает вот эти состояния. Просто берем и дышим. Помогаем понять, если не дышит, тогда давай-ка подыши. Давай подышим. И чтобы снять первичный этот страх, опять же используем десенсибилизацию с помощью движений глаза. То есть глазами влево-вправо смотреть раз 20. Если ребенок не может, вы просто берете, ставите руки на плечики и поочередно левое-правое плечо делаете легкие такие движения. Касаетесь плеча спокойно раз 20 встретить. И напряжение уходит, потому что информация перекидывается с левое на правое полушарие мозга, и это снимает напряжение. Ну что ж, дорогие коллеги, благодарю вас. Татьяна Викторовна уже написала, как вы можете скачать презентации. До новых встреч! И на этом я завершаю сегодня. Благодарю, благодарю. Если остались вопросы, опять же, вы можете мне написать в ВК и задавать вопросы. С удовольствием отвечу. До новых встреч!